Непосредственная посадка винограда в грунт происходит весной или осенью. При весенней посадке используются саженцы, которые высаживаются с конца апреля до середины мая. Если используются зеленые вегетирующие побеги, то их нужно рассаживать с конца мая по июнь включительно. В это время, погода максимально способствует хорошей приживаемости и укоренению винограда. Посадка лозы осенью посадка винограда происходит с начала октября и до наступления морозов. В это время растение уже готовится к зимовке, и его бурный цикл роста прекращается. Поэтому оно легче переносит смену условий, связанную с новым местом и составом грунта. Несмотря на такие преимущества, осеннее растение сильно подвержено замерзанию, поэтому оно нуждается в дополнительном уходе. Сразу после посадки нужно утеплить саженец, а с приходом первых морозов, засыпать его опилками, соломой или другим теплоизолятором с последующим укрыванием полиэтиленовой пленкой и слоем земли. Точка выбора и подготовка саженцев. Перед тем, как посадить виноград, нужно убедиться, что материал имеет хорошие показатели приживаемости, так как это будет дополнительной гарантией быстрого роста. Используя слабые или больные растения, добиться хорошего результата не получится. Плохой посадочный материал или погибнет, или будет развиваться в несколько раз дольше, чем хороший. Это приведет к излишним затратам времени и сил по уходу и лечению таких кустов. Однолетние саженцы должны иметь белый корень на срезе. Если срезь имеет желтый или коричневый цвет, то это является показателем усыхания и низкой приживаемости. Глазки должны быть здоровыми, проверяется это легким прикосновением. При касании к усохшему глазку он отпадает. Обрезка лозы снова саженца на срезе имеет ярко-зеленый цвет. Древесина при этом должна быть влажной от выделяющегося сока, что также говорит о достаточном количестве ресурсов для хорошей приживаемости. Подобрав достаточное количество здоровых саженцев их нужно предварительно выдержать в воде от 12 до 24 часов. Перед замачиванием укорачивается длина черенка, таким образом, чтобы осталось 3-4 глазка. Образовавшаяся корневая система освежается путем срезания краешков корешков. В воду для вымачивания можно добавлять стимуляторы роста, или цветочный мед, что даст дополнительный толчок для быстрого развития. Подготовка вегетирующих саженцев. В случае если посадка винограда происходит с саженцами с зелеными побегами, то их предварительно нужно закалить, чтобы подготовить к условиям нахождения под прямыми солнечными лучами. Для этого черенки с побегами нужно постепенно приучать к солнцу. Делать это следует с середины мая, выставляя вазоны с саженцами под тень деревьев или навес. Продержав их в тени около 6 дней, следует перенести саженцы на открытое солнце еще на неделю. Важно! Если подготовку проигнорировать, то зеленые побеги будут обжигаться на солнце, что затормозит их развитие. В результате получить урожай через 3 года не удастся, а материал, который хранился в слишком теплом парнике, при резкой смене условий на более холодные, начинает готовиться к зиме. Такие кусты быстро созревают, а лоза на них рано деревенеет, хотя до конца лета еще много времени для роста. Упуская важные моменты в том, как правильно посадить виноград, урожай придется ждать очень долго. Точка подготовка посадочной ямы. Перед тем, как посадить виноград, нужно подготовить лунку. Несмотря на то, что длина черенка колеблется в среднем от 25 до 30 сантиметров, яма должна быть большой. Ее габариты составляют 80 х 80 х 80 см. Это позволит подготовить почву, чтобы куст быстро развивался несколько лет, не требуя дополнительной минеральной подкормки. Лунка при посадке в чернозем. Если сажать виноград в почву с черноземом, то на дно ямы нужно уложить питательную прослойку высотой в 25 сантиметрах. Для этого перегной нужно смешать с землей в равных пропорциях. Полученный слой нужно уплотнить. Сверху следует добавить минеральную подкормку, 300 граммов суперфосфата и 300 граммов калийных удобрений, и треть ведра древесного пепла. Полученный слой также смешивается с обычной землей в такой пропорции, чтобы его высота составила 10 сантиметров. Высадка лоза. Полученную питательную подложку нужно отгородить дополнительным слоем чистого чернозема в 5 сантиметрах и утрамбовать. В центр ямы следует насыпать небольшой холмик земли высотой в 10 сантиметрах, на который устанавливается саженец. Нижний конец черенка упирается в холмик, а его корешки равномерно расправляются по его скатам. После выравнивания, можно приступить к засыпанию почвы. Поскольку яма глубже, чем высота саженца, то после засыпания до уровня прироста, остается дополнительное пространство, которое будет служить защитой от ветра и солнца. Кроме этого, благодаря такой ямке, поливать растение будет намного удобней. После высадки винограда, его нужно полить в расчете 20-30 ль на куст. Процедуру следует повторять несколько раз каждые две недели. После каждого полива, когда верхний слой земли подсохнет, проводится рыхление, чтобы улучшить в земле воздухообмен. Когда появятся первые признаки того, что лоза начала активно развиваться, почву можно замульчировать. Как ловление у лунка для песчаных грунтов. Поскольку песчаные грунты по своим свойствам отличаются от чернозема, то плацдарм для роста винограда нужно подготовить более тщательно. Для этого яма копается на глубину 1 метр. Нужно это для того, чтобы добавить нижнюю прослойку из глины, которая будет удерживать влагу от полного впитывания в грунт. Слой глины должен составлять не менее 15 сантиметров. По бортам ямы глина укладывается более толстым слоем, потому яма будет напоминать форму блюда. Точка влага будет удерживаться в середине глиняного шара и не сможет перейти в сторону точка способа размножения ягоды. Имея на своем участке здоровый и плодоносящий куст, можно его размножить на любое необходимое количество. Разработаны многие того, способы как размножить виноград, но не все они подойдут для регионов с холодным климатом. Присыпание земли. Самый простой метод заключается в присыпании побегов землей. Для этого кончик лозы нужно весной прикопать, а к осени на нем образуется корневая система, после чего его можно отрезать и посадить на новом месте. Недостатком метода является то, что новообразованный куст может не пережить зиму. К тому же пока он формировался, то вытягивал силы из основного куста, что снизило его урожайность. Более трудный способ размножения винограда заключается в черенковании. Сделать это можно без причинения вреда основному растению, поскольку размножение винограда происходит с помощью высаживания черенков, образованных во время осенней обрезки лозы. За сезон виноградный куст сильно разрастается. Он образует множество побегов, которые не имеют завязи и плодов не принесли. Корневая система не способна в полной мере обеспечивать необходимыми веществами весь куст. Поэтому для хорошего плодоношения лишнюю лозу срезают в конце осени. Из этих отрезков можно заготовить множество черенков на 4 глазка из лозы толщиной от 0,8 до 1 см, которые при высаживании со временем станут полноценными кустами точка хранения и посадка черенков. Поскольку черенки для размножения винограда заготавливаются осенью, то их нужно сохранить до начала следующего сезона. Для этого их следует замотать в мокрый кусок ткани и положить в погреб или подвал. Периодически нужно следить, чтобы они не пересохли. С приходом марта можно начинать разведение. Для этого нижняя часть черенка срезается наискость непосредственно перед первым глазком. Срез должен быть ярко-зеленным. Возле среза нужно провести два вертикальных надреза друг напротив друга по длине черенка высотой в 1 см. Надрезы должны только рассечь кору и немного углубиться в древесину. Это нужно для того, чтобы из них развивались корни будущего саженца. Подготовив так все черенки для размножения винограда, их нужно опустить в банку с водой. Уровень жидкости должен закрывать третью часть черенка. Через определенное время начнет образовываться корневая система. Когда она будет уже достаточно развита, черенки следует высадить в вазон с землей. В одном вазоне можно сажать несколько черенков, главное чтобы расстояние между ними было не менее 10 см. Перед тем как размножить виноград черенкованием, нужно рассчитать количество кустов, которые удастся рассадить на своем участке. Черенки следует брать с запасом, поскольку не все они смогут превратиться в полноценный саженец к необходимому сроку посадки. Далее следует выставить вазоны на подоконнике или в теплицу. Через определенное время, которое зависит от температуры в помещении, из черенков начнут расти первые листочки и лозы. Полученные саженцы достаточно окрепнут до конца мая, после чего их можно рассадить по одному в грунт на постоянное место, стараясь не повредить корень. Таким способом размножение винограда происходит очень быстро из-за сенней обрезки одного куста. Можно в результате получить несколько десятков саженцев точка выбор места для посадки. Перед тем как посадить виноград, нужно определиться с желаемым количеством кустов. Следует учитывать, что в идеале расстояние между кустами в одном ряду должно равняться 3 метра. Дистанция между рядами может быть в пределах 2,5-3 метра. В крайнем случае все расстояние можно уменьшить до 2 метров, но при этом уход за кустами станет более сложным. Молодая лоза располагая знаниями, как размножается виноград, можно засадить лозами весь участок. Но не всегда большое количество кустов будет залогом большого урожая. Это может случиться, если не учесть совместимость винограда с другими растениями, особенно деревьями, которые могут вытягивать из почвы те же самые питательные вещества, которые нужны для развития лозы и плодов. Конечно, высаживая виноградник на открытом участке и соблюдая расстояние между кустами, проблем не возникнет. Но вот в саду или огороде часто по соседству с кустами могут находиться другие виды растений, с которыми у винограда может быть несовместимость. Поэтому перед тем, как посадить виноград, нужно убедиться в уместности такого соседства. Для лозы нейтральными являются яблоня, груша, слива, вишня и черешня. Эти растения используют из почвы вещества, которые для винограда не являются столь важными. Главное, чтобы яблони или другие деревья не затеняли солнечный свет. Расстояние между кустами и деревьями должно быть таким, чтобы большую часть дня тень на виноград не попадала. Часть десертного винограда, который не используется для производства вина, можно сажать в тени. Близкое расстояние между отдельными кустами и постройками или деревьями яблони позволит уменьшить попадание на них солнечного света, а значит и увеличить период созревания плодов. Таким образом, период сбора десертного винограда можно растянуть на продолжительное время, сначала работая с открытыми кустами, а потом с затененными. Поскольку срок хранения плодов короткий, то такой метод поможет успеть их употребить или продать. Приняв решение посадить виноград, нужно подобрать для него подходящее солнечное место. И если правильно подойти к технологии подготовки посадочного места, и соблюдать дистанцию между растениями, первые плоды можно собрать уже через несколько лет. А уделив немного времени и терпения, можно получить любое необходимое количество посадочного материала, собранного с собственного куста.